Иии привет! Как насчет поболтать? О моей первой работе! Юху! На самом деле ничего веселого. Вообще, вот прям нет. Пока мои друзья летом пинали мяч, я решила поднять бабла, как взрослая девчонка. Итак, сейчас я расскажу вам о трех работах, потому что на первых двух я работала недолго. Любая работа начинается с собеседования. Моё первое собеседование проходило примерно так. Равковыки офибе. Это моё первое собеседование! Да откуда я знаю, что говорить? Я спасла планету от вторжения инопланетян! Никто же не проверит. Позже в институте мне объяснили, что в течение минуты надо рассказать. Фамилия, имя, отчество, сколько полных лет, твоё образование, местами учёбы в обратном хронологическом порядке. Также про курсы и места работ, причину увольнения, рассказать о своих положительных и обязательно отрицательных качествах, о программах, которыми вы владеете. Фух. Так что имейте это в виду. Но на тот момент я ничего этого не знала. Принято. Вафы в адаче. Рафтавить книги. Хм, легко. Это всё? Эй! Ай-яй-яй-яй! Чёрт, да они весили целую тонну! Фледить за книгами. Всё украденное выфитается и вафой ваработной платы. На секундочку! Ни одной книги украдено не было! И пару минусов. Вдруг кто-то из вас решится на данную работу. Так как это была палатка, там не было туалета. Но рядом был ТЦ-е-е-е-е-е-е-е-е-е. О, привет! Не забудь оценить ролик и проверить подписку на канал. Второй минус. Река. Спросите, какая река? Та, что текла, когда шёл дождь! Я спасала книги как могла. Работала я там один месяц. Каждый день. Без выходных. С девяти утра до шести вечера. Мне кошмары каждую ночь снились. Как вы знаете, я инженер-строитель. И моя следующая работа была помощник риэлтора. А проще говоря, девочка на побегушках. Я проходила практику в инстит... Практику. И меня согласилась взять к себе на месяц агентство. Но с одним условием. Я бесплатно работаю, а они мне необходимую информацию для отчета. И хорошую характеристику. Каждый день был похож на предыдущий. Но один день все же отличился. Мне дали ключи и фотоквартира. Сказали она в отличном состоянии. Хм, ага. Возможно, это была злая шутка моих коллег. После этого случая квартиры я не показывала. После практики я сдала отчет. И половина информации, которую мне дали в агентстве, была устаревшая. Пришлось его переделывать. Я просто бесплатно работала. Мне потом, кстати, предлагали работать у них. Но я такая, нет. Моя третья работа была связана с общепитом. Я устроилась официанткой. У нас было два стажера и одна касса. Кто первый пришел, того и касса. А второй носит деньги в кармане. Знаете, зачем я вам это рассказала? В первый рабочий день у нас было соревнование. Кто первый добежит до кассы? Подходя ко входу, я увидела почти бегущую официантку. Оу, я знаю, что ты задумала, бич. И тоже ускорила шаг. Пару секунд спустя мы бежали на перегонки до кассы. Просто представьте себе. Мы обе знаем, что касса одна. И достанется она той, кто первая возьмет от нее ключ. Мы видим друг друга второй раз в жизни. И начинаем бежать. Не сказав ни слова друг другу. Блин, какая тупая ситуация. Я была первой. Привет. В мои первые три смены мой доход был минус 3 500. Как так? Да я сама в шоке была. Но в кассе не хватало 5 тысяч. А моя работа за три дня стажировки оценивалась в полторы тысячи. Круто! Ай да молодец! Это я сейчас знаю, как обманывают при оплате. Но тогда меня благополучно обманули. Пришлось работать, чтобы выйти из минуса. Коллектив был своеобразный. И некоторое время ко мне присматривались. Большая часть сотрудников были студенты. И когда гостей в залах не было, некоторые официантки от скуки начинали кидать друг друга лед. Или обливаться. К ним иногда присоединялись повара. В общем, это было массовое веселое занятие, во время которого в подсобке лучше было не появляться. Я сидела на обеде в тот момент, когда все началось. На этот раз это был кетчуп и горчица. Мне в лицо попал кетчуп. Я без размышлений хватаю кетчуп и горчицу со стола. Через минуту обе официантки и все, что было вокруг, было в кетчупе. Горчупе. Блин, я не знаю, как это назвать. Смесь кетчупа и горчицы. Таким образом, я влилась в коллектив. Хотя в качестве официантки я в подобных битвах больше не участвовала. Скоро увидимся!